Президент приговор Зеленский разбушевался на Мюнхенской конференции по безопасности. Такого при Порошенко не было. Маэстро Бодров забрался на трибуну, чему точно позавидует уважаемый Джо Байден, и в микрофон сказал все, что думает о западных партнерах. Больший резонанс, наверное, вызывала только речь Путина на все той же конференции, но много-много лет назад. Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? Возмутился президент Украины, а также, по его словам, незалежной нужно больше оружия и гранты. Давайте, помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия, вкладывайте в нашу экономику, инвестируйте, приглашайте свои компании, дайте нам финансирование. Добавил Зеленский, а затем вообще заявил странная цитата. Для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах вторжения России. И, к слову, если вы думаете, что это все, то вы сильно ошибаетесь. Лидер страны самых больших трезубов спустил с цепи своего хомячка, и поэтому претензии к странам самой большой демократии продолжились с высокой трибуны. Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз, но и Украина, и я делаем это в последний раз, сказал господин Зеленский. Если консультации снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены будут под сомнение. То есть, по факту, лидер Украины намекнул, что страна самых холодных батарей откажется от неядерного статуса, если не получит гарантии безопасности. Плевать, что технологий нет и никто не даст, ведь главная идея. Но затем Зеленский озвучил свой последний козырь, от которого буквально задрожала земля. Я не побоялся покинуть свою страну для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, и хочу вам сказать, что сегодня я позавтракал на Украине и поужинаю также на Украине. Надолго я не улетаю, отметил самый отважный президент территории 404, а про себя молил, чтобы его стали уговаривать остаться не только на ужин, но хотя бы на недельку, а лучше на месяц. Уговаривать звезду украинского телевидения, увы, не стали. Зато опять прокатили со вступлением в Североатлантический альянс, о чем лидер Украины также не применил нажаловаться. Это касается и НАТО. Нам говорят, дверь открыта, но пока посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас, или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности, заявил президент Украины. Короче, в тот день в Кремле открыто ржали половину ночи, а лидеры западных стран, слушающие это дело, очень страдали, потому что им открыто смеяться было неловко. Но обещаем, это точно не конец истории.